Музыка Фестиваль индийской культуры начинается с танцев, таких ярких, зажигательных, интригующих. Гостей здесь всегда много, ведь выставка в Сочи приезжает в четвертый раз при поддержке торгово-промышленной палаты, администрации города и городского собрания Сочи. С каждым годом выставка все больше, если вы видите, уже сейчас не хватает помещений гостиничного комплекса «Жемчужина», она растет, это очень приятно. Я могу сказать, что выставка «Любимая Индия» – это, наверное, самый востребованный среди жителей города выставочный проект в городе Сочи. Сочинцы, влюбленные в Индию, приходят сюда, чтобы прикоснуться к культуре этой страны. Интересно колорит, шувениры, подарки, девушке что-нибудь подобрать. А выбор подарков здесь огромный, начиная с сувениров. Слон для Индии – это в первую очередь символ мудрости, доброты. Многие считают, что он символизирует достаток в семье. Выставка эта приезжает не первый год, мы всегда ее посещаем, нам очень нравится. Нравится тот ассортимент, нравятся цены. И вообще строителям в такой выставке огромное спасибо. К украшениям в Индии относятся с особым трепетом. Это изделия из серебра, жемчуга, натуральных камней. Разнообразная бижутерия выполнена руками народных умельцев. Запораживают ковры ручной работы. Неповторимая цветовая гамма, узнаваемый индийский мотив. Покрывалы из индийского хлопка, расписанные цветочным орнаментом, остаются в первозданном виде десятилетиями. Гордость Индии – чай. Столетиями именно индийский чай считается самым лучшим в мире. В эти дни состоятся дегустации чая и сладостей. Здесь же кофе и многообразие специй. Ну а молодых посетителей выставки манят бесплатные семинары по Мехинде. Мехинде, не знаю, мне нравится. Просто красиво, мне кажется, очень. Сделать татуировку хной, чтобы, может быть, разгадать вечную загадку Индии, может любой желающий. Семейной реликвией может стать необычная индийская мебель с элементами резьбы и росписи, сделанная из ценных пород дерева – палисандра, тика, сандала и красного дерева. Выставка продлится до 11 мая в Гранд-отеле «Жемчужина» с 11 до 19 часов. Вход свободный. Елена Овсецна, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.